Рабочая поездка заместителя премьер-министра на Бобруйский деревообрабатывающий завод – итог визита президента на Добружскую бумажную фабрику. Там Александр Лукашенко поинтересовался у правительства, как обстоят дела у трех проблемных предприятий концерна. Среди них Борисов Древ, Фондок и Витебск Древ. Сейчас стоит задача выйти на высокие показатели. Деревообработка – дело прибыльное, поэтому отрасли уделяют огромное внимание на самом высоком уровне. Вкладывают и большие финансы, а значит ждут такой же отдачи. На примере Фондока обсуждают, как достичь желаемых результатов. Один из вариантов увеличения рабочих смен. В качестве примера выбирают мебельный цех. Именно на его базе с небольшими финансовыми вложениями за короткий временной отрезок можно создать достойное производство. Единственный минус – одна рабочая смена. Решение принимается сразу. Мощности будут увеличены, однако для этого нужны новые кадры. Здесь на помощь придут выпускники лесотехнического колледжа. Мы сегодня пригласили министра лесного хозяйства, первого заместителя министра экономики. Это по вчерашнему поручению президента. Когда мы были с докладом по нефтихимии, президент вообще сказал, что назрела уже, наверное, необходимость подойти очень серьезно к тому, чтобы создать определенную программу действий по вовлечению в оборот вот этой нашей лиственной древесины. Береза, осина, серая льха. Поэтому мы сегодня еще и посмотрим на примере Могилевского региона. А как мы комплексно подходим, что здесь произрастает, какая здесь переработка есть, какие дальнейшие направления. Одно из них – производство сырья для бумажной промышленности. В качестве материала будет использоваться осина. В регионе ее достаточно. Одновременно пойдут по пути наращивания выпуска фанеры. Для этого установят новое сушильное оборудование, что позволит произвести в год до 4000 кубических метров материала. Основная задача предстоящих выездов на предприятие – все-таки разобраться с тем, что по факту имеем, и как задействовать это в технологическом процессе таким образом, чтобы это приносило больше эффект, нежели приносило в предыдущие годы. С тем, чтобы те модернизированные мощности работали, если работают сегодня в одну смену, либо в две, работали в три смены, круглосуточно, включая выходные дни. Разговор продолжается в стенах Пинск-Древа. Фабрика – пример успешной модернизации. Здесь сократили производство дорогостоящей мебели из массива и расширили линейку изделий из ДСП. Правильность выбранного пути подтверждают цифры. Средняя зарплата среди рабочих без малого тысячи рублей. Рентабельность – 4,5%. В рабочем визите поставлена точка в деревообработке многоточие. Сейчас местных представителей отрасли ждет переоснащение. Специалисты делают хороший прогноз и уже в 2022-м ждут результатов. Если все сделать грамотно, прибыль не заставит себя долго ждать. Максим Кемель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.